Доброе утро! Сегодня на календаре у нас 28 июля 2023 года и мы, наверное, сегодня пройдемся с вами от дома моей первой девушки, самой-самой первой. Видите, опять пришли к этой теме. До моря, до пляжа. Посмотрим, как там. Ну, по сути, если так прикинуть, да, то я прожил в Одессе все 40 лет последних, да, и было бы странно, если бы весь город не был связан у меня с какими-то воспоминаниями. Ну и тут же пришло мне в голову именно такое воспоминание про мои первые отношения. С этой девушкой я познакомился на Олимпиаде по-английскому. Вот такие вот дела. Ну и вот, кстати, про английский язык. Меня спрашивают часто тоже, ну и пишут в комментариях, препод, что за препод, откуда, что преподаешь. Для людей, которые только пришли на мой канал, скажу, что преподаю я английский язык. И делаю я уже это 24 года подряд. Вот так вот. Каждый день я преподаю английский язык. У меня было очень много учеников. Ну и можно сказать, что, по сути, вот английский язык и свел меня с этой девушкой. Дело в том, что вот была Олимпиада, как я уже сказал. Так, какое на школе было? Или в 9-й, надо вспомнить, или в 35-й. Нет, наверное, все-таки в 9-й школе мы познакомились. Вот. Я потом разыскивал эту девушку в Приморском лицее, по-моему, Приморский лицей это называется, на улице Гагарина. В итоге мы встретились снова. Ну и, как на молодежном сленге говорят, замутили. И вот такая вот у меня была девушка, которая жила на французском бульваре. Так, ну, что по обстановке в городе? В городе все в порядке. Вот. Единственное, что был очень сильный ветер вчера, повалило кучу деревьев. Но, в принципе, ну, по сути, все нормально, потому что прилетов никаких нет. Обожаю это место, особенно вот в это время суток. Очень красиво здесь. Правда, бегать здесь не очень хорошо. Вот с этой точки вниз бежать очень удобно. А вот, конечно, снизу вверх можно немножечко обалдеть. Да, насчет, кстати, спрашивают тоже насчет занятий английским языком. Куда можно написать? Пишите на почту. Я оставлю в описании к видео. Я отвечаю всем и беру обычно всех. А там уже дальше смотрю. Ну, мы спускаемся сейчас к морю. Скорее всего, наверное, пойду покажу вам пляж, который раньше назывался Остров Сокровищ. Кто помнит, тоже пишите в комментариях. Это место было действительно очень популярное раньше у молодежи. Я тоже частенько туда захаживал. Слева у нас красуется надпись Будда Бич. Как вы видите, Будда Бич я тоже обозревал в одном из своих видео в прошлом году. Тоже пишите в комментариях, интересно вам, чтобы я какие-то места вам показывал. Кафе или пляжные клубы. Честно говоря, в последнее время у меня не так много времени, ну, да, видите, в последнее время не так много времени, чтобы что-то снимать. Но я буду стараться изо всех сил. Так, снова же, вы знаете, я так посмотрел на часы сегодня и понял, что осталось-то всего три дня до конца месяца этого. И все, и останется последний месяц лета. И помните, в прошлом году я вам говорил, что именно почему-то в последние дни лета ты понимаешь, что ты был идиотом, потому что не просыпался рано и не приходил к морю встречать рассвет. Сегодня в какой-то степени я решил начать уже эту процедуру привыкания к тому, что, может быть, надо будет проснуться еще раньше для того, чтобы сходить на море. И действительно встретить рассвет и показать вам его. Будем надеяться, что это вот такой первый шажок. Но я вам советую, если вы еще не сделали этого, обязательно сделайте, чтобы потом не пожалеть. Так, ну, еще хочу напомнить, что есть телеграм-канал у меня. И вы знаете, такая необычная история, что в этот раз подписчики вообще радуют своей адекватностью. Ну, они, в принципе, всегда радуют. Ну, каждый раз, когда я этот телеграм-канал, да, открывал там комментарий, там была срачка-собачка. В этот раз все в порядке, поэтому тоже подписывайтесь. Препод от бога легко найти в поиске. Но помните, что на этом канале все-таки мы рады только адекватным людям. Поэтому, если подписывайтесь, старайтесь не бросать ничего на вентилятор. Но ведь красота, посмотрите, посмотрите на эту красоту. Вот, не знаю. Я был в разных местах. Я помню, кстати, свои эмоции после того, как я первый раз улетел из Десы, можно сказать, за границу в Египет. И потом вернулся в Одессу и смотрел на наше море, честно говоря, как на болото. Тогда мне было сложно к нему привыкнуть. Так же, как привыкнуть к Одессе, к центру Одессы после Парижа. Когда ты приезжаешь и видишь эти двухэтажные домики на Дерибасовской, конечно, ты немножко обалдеваешь. Но со временем ты понимаешь, что это деревушка, да, хоть она и деревушка, но она твоя родная. И ты начинаешь ее любить даже такой, даже сравнив с другими местами на планете Земля. Даже сравнив с островами Пхипхи в Таиланде или с Бали. Вот. Или с тем же самым любимым мною Парижем. Кстати, смотри, какие уплотнители. Смотрите, какие уплотнители. Видите, здесь. Тупо из салфетки или еще. Видимо, чтобы не протекало или не продувало. А ведь там, напротив, живут нормальные люди нормальной жизнью. Не то, что я.